МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Январским вечером 27-го года зал Дворца Труда был переполнен. Сидели на стульях подвая и потрая, кое-как жались к стенам, стояли в проходах, а там на эстраде размахивал красными ручищами великан, мял пальцами воздух, похлопывал и поглаживал слова, как похлопывает печник в окрую глину. Это было летом? На ком же он скакал? Я у вас спрашиваю. О чем он тогда думал? Это было летом. Летом? Летом. Можешь спорить? Спорить? Спорить лень. В городе восторженных поэтов доцветала поздняя сирень. Великаном, выступавшим в тот вечер во Дворце Труда, был Маяковский. Он говорил о лице левой литературы. Политически лев разделяет программу ассоциации пролетарских писателей. Политически, да, но не эстетически. Лев видит в литературе мастерство, борется за низведение ее, за божественного идеала и ставит в ряд других производственных процессов. Публика аплодировала, понимая и не понимая, о чем идет речь. Ну или понимая не до конца. Как-то видеть в литературе мастерство и в то же время ставить ее в ряд других производственных процессов. Надо будет над этим еще подумать. Или вот старые навыки, которыми засорена литература. О каких интересных навыках идет речь? Понимал и не понимал, но аплодировал вместе с другими и он, Севка Лукин. Поэт и комсомолец Всеволод Лукин. Он тоже вместе с другими сегодня едва протиснулся в этот зал, чтобы послушать самого Маяковского. Вот уж повезло, так повезло. Такой бывает раз в жизни. И здесь нельзя пропустить ни одного слова. Мало только писать и читать книжки, говорил Маяковский. Надо постоянно напоминать о трудностях, которые поджидают поэта на пути сочинительства. Иначе у нас расплодится огромное количество бездельников и драмаедов, даже не представляющих, что такое литературное мастерство. Настоящий поэт скорее сдохнет с голода, чем не найдет подходящей рифмы. А у нас какие стихи попадают в печать? В стороне России полуденный среди высоких кобылей Семен Михайлович Буденный скакал на сером кобыле. Это на ком же он скакал, хочется мне знать. Да, вот тебе и серый кобыл. Хохотала вместе с Маяковским публика, хохотал и он, Севка Лукин. Хохотал, а сам прекрасно знал, что эти самые серые кобылы, свидетельствующие о поэтической слабости, есть и в его стихах. И что он, Лукин, с голода, без подходящей рифмы, сдыхать пока не собирается. А зря. Впрочем, есть у него и другие стихи, за которые не стыдно. Ландыши, орешник, жигули. От большой радостной земли отплывает в горы пароход. Пароход проходит у ворот. Жигули, где чайки да юры, широко играют у горы. Но под этой самую горой зашумит полотиной волгострой. Синим-синим грохтом глубин и веселым голосом турбин. Встанет он над хаосом зыбей. Гордость ладной родины моей. Зашумит огнями. А пока над рекой несутся облака, Чайки распустили паруса. Закипели песни голоса. Я к любимой с песнями плыву. Адреса ее не назову. Отведу ему лишь пару строк. Город, он известен и высок. Там воспоминания хороши. А пока проходят маркваши, Розовый плечистый пароход. Чуть шумя, у берега плывет, У большой и радостной земли. Ландыши, орешник, жигули. Видимо, следуя примеру Маяковского, Под обаянием которого находились все, Кто его видел и слышал, Летом того же года группа самарских стихотворцев Решила совершить поездку вниз по Волге, Чтобы познакомить людей, Живущих на ее берегах, со своим творчеством. Кроме него, Севки Лукина, В эту группу вошли также Евгений Опрятин, Сергей Макаров, Мишка Клепеницар и еще Александр Каспий. Была отпечатана даже специальная афиша, В которой, согласно существовавшим тогда традициям, Все представляли какой-либо класс или группу. Так, Опрятин попал в разряд рабочих поэтов, Макаров, крестьянских, А остальные представляли комсомольцев. Взяв эту афишу, Сели в лодку и поплыли в ней вниз по Волге. Поступали в Сызрани, Балакова, Хвалынске, Хотели доплыть и до Саратова, Но не хватило денег. Слушателями были в основном молодые люди. И слушали они, надо сказать, не без интереса. Настоящий поэт скорее сдохнет с голода, Чем не найдет подходящей рифмы, Рубил кулаком воздух лукин. Вот вы только послушайте, Какие у нас стихи попадают в печать. В стране России полуденной Среди высоких кобылей Семен Михайлович Буденный Скакал на сером кобыле. Это он не на кобыле скакал, Я вам говорю, А на своей поэтической слабости. В Хвалынске остановились на ночлег В холодном клубе, Где не было никаких особых удобств, Даже подушек хватило не всем. Но не унывали, Сочиняли стихи. И ветер траурно затих. Увидев двух поэтов, Трупы, Одна подушка на двоих, По меньшей мере, Очень скупо. Путая закаты и рассветы, Шли, не разбирая кручь и ям, В городе влюбившихся поэтов, Даже ямы превращались в ям. И летели птицы, как кометы, Прорезая небо в коси в кривь, В городе счастливейших поэтов, Всем хватало глубочайших рифм. Надо было верить им в приметы, Сторониться треснувших зеркал. В городе уставшим от поэтов, Всякий отзвук бесконечно мал. Это было летом? Вроде летом. Это был какой-то серый день. В городе испуганных поэтов Притаилась в подворотне тень. Что же рифмы? Заблудились где-то? Птичий гомон как-то сразу стих. В городе затравленных поэтов Только мрак и только черный стих. Нет, мрак будет потом, После мрак и черный стих. А пока в апреле 28-го года Всеволод Лукин вместе с товарищами, Делегатами от Самарской ассоциации Пролетарских писателей Отправился в Москву На первый всесоюзный съезд Пролетарских писателей. Мишка Лепеницер, Коля Сазонов, Илья Алибинзон И он, Лукин, Севка Лукин. Съезд был жарким. Он реорганизовал Всероссийскую ассоциацию Пролетарских писателей. Все ассоциации национальных республик Были объединены Во всесоюзное объединение Ассоциаций писателей, Во главе которого стала Российская. Именно она должна была Объединить все творческие силы Рабочего класса страны И повести за собой всю литературу, Воспитывая писателей, В том числе и из интеллигенции, И крестьян в духе Коммунистического мировоззрения. Российская ассоциация Пролетарских писателей, Или РАП, Заявила о себе не только Как о писательском союзе, Но и как о представителе партии В литературе. Что из этого следовало? А из этого следовало, Что все выступления Против своей платформы РАПовцы рассматривали Как выступления против Линии партии. Они настаивали на передаче им Всех журналов, Из которых изгонялись попутчики. Все, разумеется, Голосовали за. И он, Севка, тоже за. Гнать этих попутчиков в три шеи. Да здравствует пролетарская гегемония. А кто не с нами, Те против нас. Разве не так учили нас Наши старшие братья? Или вот товарищ Чапаев, Разве он сомневался, Когда бил белую сволочь? В глазах и в движениях Все тот же огонь. Вся сила Чапаевской стали. И снова под бронзовым всадником Конь летит на крутом пьедестале. И снова на реках ломается лед. Синеет весна на Эргизе. И снова как будто Чапаев Ведет полки пролетарских дивизий. Идут и поют, и качается бант Восстанья на каждой попахе. И белая сволочь из дутовских бант Бежит от Чапаевцев в страхе. Бессонные песни поются в ночах. Летят крутоногие кони. Никто не ушел, ни Унгерн, ни Колчак От нашей глубокой погони. В глазах и в движениях Все тот же огонь. Вся сила Чапаевской стали. И снова под бронзовым всадником Конь летит на крутом пьедестале. В 1930-е годы эта улица Называлась Ворошиловской. Климу Ворошилову письмо я написал. Товарищ Ворошилов, красный комиссар. Вот на ней-то и жил поэт Всеволод Лукин. Вот в этом доме, возле крыльца которого В декабре 1937 года Остановился черный воронок. Приехавшие поднялись вот по этим ступенькам Звонили в дверь. Потом был спешный обыск. И уже минут через 40 Машина отъехал отсюда Навсегда увозя с собой 33-летнего Лукина Обвиненного в подготовке Террористического акта И в антисоветской агитации. О чем он думал, когда В последний раз Смотрел вот на эти дома Мимо которых столько лет Ходил утром и вечером Один и с друзьями О Маяковском И о том, как он клеймил Когда-то те самые старые Формы в поэзии Или о холодном Клубе в Хвалынске Где они провели ночь Во время своего Волжского путешествия. А может быть Он вспоминал Москву И съест Паралитарских писателей Свою поднятую руку Сжимающую мандат Или стихи Которые он писал Столько Сколько себя Помнил И которые Польша уже Писать не будет. Всеволод Лукин Был расстрелян В феврале Следующего 1938 года А за прошедшие Почти 80 лет Со дня Его смерти Его стихи Не переиздавались В Самаре Ни разу. Это Было Быть не может Летом Если это было Если Бог В городе Задушенных Поэтов Задохнулся Даже Самый Вдох С вами Был Михаил Перепелкин Редактор субтитров А.Семкин